Добрый день, среда, 19 декабря на календаре и в студии Тутбай ТВ снова я, Алена Андреева, начинаю очередную программу профосмотр. Мои гости сегодня Наталья Велимайтес. Здравствуйте, Наталья. История Натальи, в общем-то, могла бы стать историей каждого из нас. У нее прекрасный сын. Но есть особенности, сложности и радости положения Натальи в сегодняшней жизни. И, собственно, с вопросом о том, какова же ваша история, я хотела бы начать наш с вами разговор. Спасибо за возможность, предоставленную поучаствовать в этом разговоре. Хочу рассказать о своем ребенке, о истории его развития. Родился он нормальным ребенком по медицинским показателям. Вроде как все нормально, но при рождении обнаружился всем известный конъюнктивит, воспаление конъюнктивы глаза. Ему в клинике, в роддоме сразу же на второй день назначили гентомицин, препарат антибиотиками инокликозидного ряда, который, в общем-то, и повлиял на его устойчивое снижение слуха к трем годам. Но мы этого не знали. Вернее, бабушка, она терапевт, в какой-то момент запаниковала, прочитав справочники Машковского терапевтического о том, что детям до года не колют. Ну и педиатр звонком из клиники успокоил, что есть другой справочник, все дозировано. Ну, как оказалось впоследствии, когда мне уже было 8 лет, когда мы оказались в клинике, и где нам был поставлен этот диагноз мертвой улитки на две трети, вот, двусторонние сенсоневральные тугоухости, наконец-то третьей степени. Мы не знали о том, вот, в три года я его отдала в детский сад, и поскольку в семье не было слабослышащих, в семье в роду, не по линии моей, не по линии отца-ребенка, но были дети, которые говорят позднее, то мы просто-напросто вели себя, растили его, смотрели за ним. И тут оказались в центре на Сухой, в Республиканском центре патологии слуха и речи, где за нас, конечно, взялись. Но на тот момент, это был 2002 год, аудиолог был в декретном отпуске единственных, к сожалению, на тот момент. Вот, сурдопедагог уверял у нас, что это снижение слуха, и, возможно, это вторая и третья степень. Аудиограмма, это аудиологическое исследование, результат аудиологического исследования несколько прыгала, то есть данных точных не было. И сурдопедагог ему назначила аналоговый аппарат слуховой, и чем впоследствии мы узнали, просто губился его слух. То есть обнаружилось 8 лет, мы были в Загребской школе, это Хорватия, Петра Губерины. Первое было достоверное обследование произведено, что снижение слуха произошло глобально по высоким частотам, то есть тем частотам, которые отвечают за звуки речи. У них, значит, по классификатору, собственно, у нас этот классификатор, я уверена, тоже существует, все слова делятся по сложности сенсорного восприятия. То есть первое, соответственно, это низкочастотные звуки, бома, и, соответственно, слово солнце, там и шипящие, и внутри встроенные согласные, которые ребенок не дослышал был вообще. То есть даже если ему говорило, это близко на ухо. Вот. И когда мы аналоговым аппаратом одеваем ему рекомендованный сурдопедагогом на тот момент аппарат, усиливаем звук, чтобы ребенок слышал. Мало того, преподаватель, педагог, сурдопедагог еще и громко говорит при этом, настойчиво убеждая, всем видом показывает, что нужно повторять так, как она это делает. Ребенку, в общем-то, правильному хочется соответствовать и нравится. И он, мы месяца три походили, закончилось тем, что сказать он еще не может, речи у него нет, поскольку он не слышал, и в лифте он начинал плакать. Начинал плакать, и у него появился такой синдром, не знаю, как сказать. Он начал мчать. А по ночам появился бруксизм, скрежетание зубов. Бабушка, что, прежде всего, может быть, традиционных листов, листы. Да, ну и все. То есть этот клубок начал путаться. Позднее пригласила, мы пошли в логопедическую группу, поскольку бабушка сказала, что у нас в роду многие поздно говорят, мы отдали мальчика в логопедическую группу, и внимательный логопед пригласила своего учителя из педагогического университета, который многое повидал и, возможно, определит, что это такое. Арам Раминакович, так его звали, он сказал, Наташа, ты только не волнуйся, но, на мой взгляд, это типичный случай сенсорной аллалии с сохраненным интеллектом. Где-то там, за границей, возможно, есть фонды, есть школы, где эти дети получают путевку жизни и становятся специалистами лучшими в своей области в силу компенсаторных свойств мозга, вот, у них очень развит хорошо невербальный интеллект. Я это все послушала, обратилась еще к одному знакомому, вот, невропатологу. Он говорит, давай-ка исключим РДА, поскольку ребенок уже начал мучать к тому времени. Что такое РДА, что такое? Ранний детский аутизм. И я поехала в центр психоневрологический, республиканский, детский. Ну, там это, естественно, исключили. Вот, но провели тест, невербальный тест, и сказали, что очень странно, что такой высокий у него уровень IQ. И цифра была 124-126. Потом мы, значит, проходили комиссию. Через полгода в поликлинике цифра подтвердилась. Обычный тест у психолога. Я писала письма, где только могла. То есть я заходила на сайт и искала, как помочь ребенку. Я связалась с институтом физиологии в Канаде, директор института. К сожалению, не помню его фамилию. Сказала, что такого быть не может, что такое при отсутствии речи, такой высокий невербальный интеллект. Ну, факт остается фактом. Что с этим делать? И никто мне на это не мог на тот момент ничего сказать. Куда сунуться? Грубо, ну. Мама, как терапевт, как работник Минздрава, высказала предположение, что нужно ехать либо в Питер, либо в Киев, либо куда-то еще. Ну, одним из пунктов был Питер. И, в общем-то, повезло, повезло в жизни нам. Родственник, который вдруг обнаружился там, оказался членом правительства Российской Федерации. То бишь, нас возили на машине с флагом России, Российской Федерации. И в одном из кризисных центров, там такое есть государственное учреждение, где вот срочно нужно определить, какой у ребенка диагноз, и, соответственно, значит, его лечение, либо определить в стационар. Куда я попала уже против, уже на третью поездку, уже после Института Бехтери, уже после общения с ведущим кафедрой психологии университета Герцена. Это была третья поездка в Санкт-Петербург. И мне тут возвращают деньги. То есть они увидели, что мы на этой машине приехали, и уточнили, кто ваш родственник. Возвращают деньги. И делают звонок в Москву. Некая приятельница, которая нас тут же связывает с хорватским профессором-лингвистом. И он нас приглашает в Загреб, в свою мастерскую, что называется, для определения, уточнения диагноза. В сентябре мы уже поехали. Мы оказались... Нас приняла школа сувок. Нас приняли сразу во второй класс. В этом классе были дети, девять человек, которые уже год как слышат. Это бывшие глухие дети. После кохлеарной имплантации. То есть улитку, которая у них мертвая, им заменили на искусственную. И дальше, что в возрасте семи лет, дети, допустим, две девочки, сестры-близнецы из Боснии, из семьи глухих родителей, они через год уже разговаривают. Они разговаривают. Причем та девочка, которой по темпераменту своему более... Сангвиником так ее представили. Вторая была более спокойная. Ей помимо хорватского языка еще предложили на третий месяц после настройки речевого процессора, после адаптации звука. И предложили родителям и родственникам, предложили изучать... По-моему, итальянский язык был второй языком. И у нее речь структурировалась быстрее. Она очень живо говорила. На третью неделю пребывания в Хорватии, когда уже мой слуховой анализатор адаптировался, и я понимала речь, мало того уже пыталась говорить, и я эту девочку понимала равно как тех взрослых людей, с которыми мы общались. То есть я говорила по-русски, а не на хорватском, но мы друг друга понимали. Я то понимала девочку. И понимала, что это чудо, которое вот возможно и с моим ребенком. Хотя мне здесь все говорили, что вот ребенок до пяти лет не слышит, не говорит все. Дальше уже мозг твой, его молчит. Кстати, уже так вставочку. По возвращении, я не знала, куда с этим идти. Я пришла к администрации 14-й школы, потому что мы на тот момент учились в 18-й школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Тяжелое, тяжелое пребывание было наше там, потому что, в общем-то, без сострадания, и потом приходилось каждую минуту думать о детях этой школы. Находиться там невозможно было. Соответственно, на ребенка это воздействие оказывало. И я искала ему замену. Так вот, администратор 14-й школы для детей с очень тяжелой потерей слухи, скажем, для абсолютно глухих детей, администрации сказали, что вы что-то не так поняли, такого быть не может. Вот. И я поняла, что мне не нужно никуда ходить, мне просто нужно следовать советам. Это лингвистки, которая была ученицей Петера Губерина, основателя метода, верботонального метода, который за основу взят и работает уже, пожалуй, 51-й, либо 2-й год в Загребской школе. Значит, основу метода было взято открытие где-то в 50-х годах. В Сарбоне было, значит, установлено, что в нашем мозгу есть клетки, способные, что так называется, проснуться. То есть функция слушания, я уже применительно к нашим заблажащим детям, она заработает в слушании, в том случае, если ее сенсорно поместить в среду, равную внутриутробному. То есть это тот момент, когда ребенок пребывает в трубе матери, и он спокойный, ему хорошо. То есть это преднатальное развитие. чем он отличается? Тем, что заполнены слуховые проходы, и высокие частоты ребенок не слышит. Он слышит только низкие частоты. При этом ему спокойно, и при этом ему хорошо. И мозг вспоминает это. Клетки мозга вспоминают это, и идет некая фаза расслабления. и клетки просыпаются, импульс пошел. Это взято за основу фильтрации, подаваемого через микрофон преобразованного голоса матери, либо музыки в стиле барокко. И 30 минут в день каждому ученику ежедневно в школе учитель, лингвист на индивидуальные занятия вырывает с уроков обычный урок в 5-6 часов в день. И она значит ему через вибратор, который еще помогает, помимо того, что наушники у него с подобранными частотами для данного ребенка с аудиограммой, той, которую ему сделали в клинике, на территории этого заведения, это заведение и клиника, и школа, и детское дошкольное учреждение. И аудиограммы делают в обязательном порядке раз в 3 месяца. Чтобы отслеживать изменения слуха. Это основа. Первое, это возможность слушания. Сколько вы пробыли в Хорватии? Присколько двух месяцев. То есть совсем короткое время? Ну, за это время я получила, конечно, это был шок, это был такой позитивный шок, и я поняла, что все возможно. Мало того, она мне еще сказала, Иванка ее зовут, учительница Павлика первую, что даже до 11 лет, вот если ребенку, значит, у них такой опыт сделать операцию, то есть по замене улитки на искусственную, ребенок все равно освоит речь, освоит речь, и она у него будет хороша, то есть при условии регулярных занятий, и установка должна быть у родителей или близких людей, что вот физиологически у этого ребенка возраст 11 лет, но слуховой возраст у него такой и такой, и будь добр, прими это внимание все время, так и общайся с ним, да, полон радости и задора. Проходят занятия, мне разрешили участвовать на этих уроках, то есть смотрели на меня на маму потерянную, вот вбегают ученики со звонком, и каждый хочет выговориться, и вот преподаватель математики дает каждому выговориться для того, чтобы отойдет развитие речи, остается 10 минут до конца, до конца урока, ребенок раскрепощенный, сидит свободно, он готов питать любой материал. А сколько урок длится, час? Да, как у нас, все как у нас, ребенок теперь слышит. Ребенок слышит, но этого мало, то есть слышит оно, а звуки одинаковой частоты, такие как БМ, он не может, мозг не способен различить, то есть, тут уже нужно было время, время, когда анализатор слуховой мозг выработает, то есть тут нужно было время, терпение, где-то какой-то такт, вот, и нужно было ждать. Меня она уверила, что при настройке, при правильной настройке, то есть если что, хоть какое-то даже заболевание, отек носоглотки, это уже снижение на 15, 10-15 децибел, громче говори, но говори всегда радостно, всегда будь в активе, ищи ему детей позитивных, детей во дворе, соседей, чтобы он общался, чтобы он слушал, слушание самое важное, не жди речи, пусть заговорит, когда захочет, ни в коем случае не повторять, как у нас логопеды требуют, повторяй, 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 надо будет, скажет, и в общем-то оно было права, началось все с элементарного, первые слова, через год он уже начал говорить предложение. Я спрошу вас о том, есть ли у вас обиды и претензии к белорусской системе здравоохранения? Вы знаете, был какой-то момент, был какой-то момент, когда естественным образом эта обида появилась, обида появилась, и параллельно скажу, что моя мама работник Минздрава, то есть это все обсуждалось, и тут же это все прекращалось. Но когда мы общались с мамами подобных детей, жертв гентамицина, даже некто, какой-то адвокат нам посоветовал подать в суд конкретную инстанцию, которая, в общем-то, разобраться, в чем дело, может быть найти виновных. Хотелось даже сделать это для себя, что-то мы не сделаем, но его прекратят колоть, этот гентамицина. вот, но когда и важна, адвокат сказала так, важна группа, важна группа, тогда мы выиграем это дело. Вот, и вот колебания начались, когда группа уже подойдет документы, то есть выписки карточек, никто не захотел, потому что каждый у вас свой врач-сурдолог, и каждый держится за него, потому что он единственный в поликлинике, и это поликлиника, там, городу Гомеля, допустим, или там, городу Бобруйска, и, естественно, не хотят никого принять. Все слишком близкие, родные люди в ребенок, особенно. Да, все близкие, уже близкие. И поэтому на тот момент, это было года 4 назад, просто взяла себя в руки, что называется, и оказалось, что есть другой путь. Ну, этот путь еще был... То есть суд вы не подавали? Нет. Этот путь еще, в общем-то, был обусловлен, надо было просто из этого, из этой ямы подниматься. И я подумала, что надо зарегистрироваться в общественную организацию, и вот какую-то такую школу, подобную нашей, сделать здесь, в стране. Вот. И, в общем, этот путь стал путем регистрации, собственно, общественного объединения. Помогли, министерство юстиции помогли, значит, зарегистрировали чем быстро, и параллельно подписался уже проект. Проект писался, поддержали россияне, которые, собственно, в Зеленограде, в Хабаровске, и на сегодняшний день уже в 37 городах России. Подобные центры открыли. Центры, где верботональный метод осваивается. Где за счет методного бюджета, где за счет какой-то спонсорской деятельности местных фондов и зарубежных. за неделю мы написали письма по посольствам, представительствам. Вот. И приложили этот проект. Процентов 10. Пришло ответов. Из них три позитивных. То есть, нам выделяют деньги. То есть, ну, сначала нас приглашают для беседы польское посольство, американское посольство и Японии. Я хотела бы сказать про Японию. Потому что с Польшей мы, в общем-то, проекты завершили, но не касаемо верботонального метода. К сожалению, Минздрав не поддержал эту. Официально был дан ответ, что у нас все хорошо. То есть, у нас медицина на должном уровне. И достаточно методик, которые позволяют социализации, интеграции общества таких детей. Мне это не устроило. И поляки уже выделили денежную сумму. И Минздрав не поддерживает. Департамент гуманитарной помощи говорит, все, поддержки нет, значит, деньги обратно. А тут у нас в участниках общественной организации еще дети Гомеля. и в клинике там как шару, что шаром называется Покати, нет элементарного оборудования. И я буквально в канун Нового года уговариваю этих поляков, давайте это для государственной клиники. Вот. Они говорят, ну, эти как это в государственной клинике, ну, а дальше пропадет, потому что должен ответственный человек, специалист, тоже такой был такой намек интересный. Вот. Я говорю, так вы помогаете или нет? и вот там пожилой советник, он заинтересовался, потому что мне это нужно, ну, деньги пришли, нам нужно, нужным маме, ребенка такого же, как мой Павлик, Вомель, Вале. И Вале я уже позвонила, сказала, давай вот, сделай, дай мне документ, что да, нам это нужно, просим, все-таки мы общественное объединение, мы зарегистрировали. И, в общем-то, родили это письмо, быстренько позвонили в МИД с посольства, я просто говорила, и в три дня нам получили ответ, обычно этот ответ же тут месяц, и тут перед Новым годом надо было читаться за эти средства, вот, все хорошо, все было очень красиво, понимаете, то есть, государственная клиника получила 55 тысяч евро на покупку оборудования. Японцы, у них случилось землетрясение, это был март месяц, я постеснялась позвонить, но чисто это сделала, потому что, ну так, потому что вопрос был открыт, и мы договорились, что я должна позвонить в конце марта, в конце апреля, а вспомнила, в апреле позвонила, вы знаете, у нас, говорит, бюджет 107 тысяч, говорит, долларов мы можем выделить, почему вы не позвонили, мы могли выделить, почему вы не позвонили, ну я вам объяснила ситуацию, ну как-то, и знаете, внутри вот, что произошло внутри, что мы в состоянии иждивенчества, и вот когда вот это иждивенчество, то есть когда мы просим, вот физика немножко не выдерживает, знаете, когда вот тяжело, начинает что-то барахлить, ну действительно орган, тут мама с таблетками, Наташа, пожалуйста, тут тёстина кардия развивается, я втихаря покупаю нитроглицерин, потому что смотрю, мне это помогает, а потом нет, ты должна действовать, никого нетроглицерина, вот пришла идея, ты должна идти с ней, понимаете? Сегодня я знаю, что у вас в планах есть организация общереспубликанской, скажем, акции, концертов, поддержку детей, я так понимаю, детей с нарушениями слуха, что это такое, какова ваша идея? Ну вот мы последовательно переходим от личного, группе, то есть дальше, когда источник финансирования, импорт денежных средств, вроде как, в связи с кризисом, у нас всё затихает и затихает, и там тяжело, и там свои проблемы, вот, стал вопрос, а где же взять, и как, и что? Это касается денежных средств, но второй момент, то, к чему мы пришли, это вопрос радости, радости каждого дня, каждого утра, каждого дня, и радости встречного, которые нас окружают, мы из спецшколы, школу среднюю, вообще преобразовательную, через два года перешли, и сегодня ребёнок учится в гимназии, поступил полтора года тому, гимназию, колледж искусств, и меня хремчиком, что намакаемка, вот. Я просила бы показать работы Павла, Павел хорошо рисует, это Павел занимается скульптурой, да? Знаете, да, мы поступали на отделение скульптуры, потому что, скажу как есть, был вероятен шанс поступить туда, что потом с этим делать, я ещё не знала, потому что я не уверена, что мы поступим, это было три предмета по специальности, и два общеобразовательных, прежде всего, русский язык диктант, чего не было в его классе, для собослышащих в обычной школе, то есть он не надиктовывал, я три дня подряд ему надиктовывала, из 20, ну я диктовала, как это диктую я, они как-то будут диктовать учитель, ну и за три дня у него ошибки, значит, с 27 до 9 сократилось, я подумала, что он какую-то отметку получит, у него был высокий достаточно результат по искусству, он получил семёрку по русскому языку, он вышел, сказал, мамочка, там такая добрая тётя, говорит, как ты, он расплакался, а по математике он получил 4, я почему-то думала, что будет всё-таки шестёрка, потому что у него математика как-то шла, то есть уровень гимназии, это уровень гимназии, и тут мы поступили, причём у него был проходной балл, значит, проходной балл был 35, он набрал 41, там я ещё как-то революция смотрели, я растерялась, не знала, что с ним делать, ну, то есть вот каждый, каждый, понимаете, каждый рывок, то есть вот сделал, не задумываясь, а потом, а что же с этим делать, то есть переживания наступают, когда социализация происходит, мало того, говорят ещё дети в той школе, ну, куда вы пойдёте, родители, там же вас заедят, а ничего подобного, а ничего подобного, в спецклассе обычно к школе, да, 91-го школа, а ничего подобного не происходит, понимаете, мало того, учитель, всё-таки учитель, профессия, да, с большой буквы, каждый учитель, он видит, что это за ребёнок, ребёнок с 8 лет слышит, в этом году 5 лет, как это исполнилось, и сколько мужества этому ребёнку, который хочет быть таким, как все, и которого цель помочь своим сверстникам, Диме, Даниле, Глебу, которые остались там, когда он вырастет, понимаете, он хочет реабилитироваться, он хочет хорошую речь, он хочет получить образование для того, чтобы помочь этим детям, конечно, он говорил, художники, если ты хороший, талантливый, а слабосыщие, они все талантливые, это большие деньги, я ему говорю, как есть, скульптура, тут, извините, скульптора Жубанова, она непокойно показывает по телевизору его работы, это тоже большие деньги, и ты можешь, мотивация, учитель говорит, выставки, ты должна его, ну, показать, покажи ему в интернете людей известных, он должен принимать участие в конкурсах выставка, да нет, вы знаете, он хочет помочь, это его идея, это не навязанная мной, он хочет помочь своим сверстникам, он меня учит, он меня делает, мой ребенок, понимаете, что происходит. И вот этой частной истории глобально. Так вот глобально. Ну вот, энергии у нас много, у меня и моего ребенка, что называется, тут вот мы влезли в эту гимназию искусств, нас там поддерживают, спасибо большое преподавателям, всем, всему педагогическому коллективу и директору школы, великому человеку, вот, за все те условия, в которых мы оказались, огромное спасибо родителям, детей, которые учатся в этой школе, потому что это высоко, родители высоко гуманного общества, понимаете, вот мы там оказались, это нормальные, нормальные люди, красивые люди. И сегодня хочется помогать, помогать культуре нашей. Параллельно, параллельно знакомые люди, знакомые по работе, по той работе, где я добываю хлеб, что называется, в семью, песенники, музыканты, какие-то народники, они говорят, ну, с общением объединениям, я бы хотел выступить, например, хотел бы выступить для, показать себя, я хотел бы выступить для твоей организации, хочу помочь твоему ребенку, потому что ты мне нравишься, потому что мне нравится твой ребенок, я хочу выступить. один из мотивов. И тут польский посол, Лешик Шерепко, тоже в какой-то беседе, в очередном проекте, помощи Витебскому учреждению здравоохранения, диагностический центр, они тоже посадят на Бордуни, и он говорит, а почему бы вот вам в Белоруссии не сделать проект, подобный свинточный оркестр в Польше? Я поясню, что в Польше ежегодно, вот в январе будет 20 лет, как каждый январь, к Старому Новому году, проходит большая благотворительная акция, которая называется Великой оркестр свинточной помоции, каждый участник акции, каждый, кто может пожертвовать хотя бы несколько копеечек, получает такой отличительный знак, который вы сейчас видите, это маленькое красное сердечко, большой оркестр, нет, праздничный, большой оркестр праздничной помощи, так это называется по-русски, это акция, которая за время существования стала уже не только ежегодной финальным концертом, проходящим в Варшаве, но концерты проходят, и какие-то благотворительные акции круглый год, помогают польским детям концерты для сбора помощи для поляков проходят, в том числе уже и за границей, и мне очень отрадно слышать, что и в Беларуси есть люди с идеей организации такой акции, каждый поляк считает гордостью принять участие в такой благотворительной акции, и я очень надеюсь, Наталья, что вам удастся также мотивировать белорусы. 20 января вы планируете сделать первый шаг, в Жлобине состоится концерт. Да, вот альтруист, один хозяйственник, который, в общем-то, является заказчиком у нас на предприятии, он поет, поет, организовывает вечера, которые собирает огромную публику, он немножко старше меня, и он хочет организовать такую акцию сначала в Жлобине, потом в других городах, и помочь слабослышащим Гомельского региона. Предприятия, которые, представители которых он знает, они готовы ему помочь всячески, то есть вы понимаете, что это не только продажа билетов, но и объявляешь проект, и собираются под него средства. И тут уже эти средства, пожалуйста, вот одна школа, пожалуйста, три школы, пожалуйста, что-то еще. Это интересно. Когда объявили о том, я просто была зрителем его выступления в военной академии, что у нас здесь, на девятом километре, значит, и он познакомил меня с руководителем этой академии, руководитель сказал, говорит, а почему бы, в общем-то, я вам даю зал на тысячу мест, почему бы вам не привести такой академии. Тут не организовать. Давайте, пожалуйста, напишите далее проект, потому что у нас тоже у военных много детей с проблемами. Вот как-то я об этом не думала, вот если вот вы уже, у вас есть опыт, давайте вот, тут же школа наша, где учится мной ребенок, тут же это выставки, то есть показывать эти картины, эти работы детей. то есть 20 января вы делаете первый шаг к появлению в Белоруссии Большого оркестра праздничной помощи. Да, концерт будет проходить вечером, предварительно это будет проходить в Доме культуры в городе Жлобине. Кто будет выступать на концерте? Ну, сейчас я уже еще не могу сказать, программа еще там корректируется, вот, но это будут народные, что ли, коллективы, те, на которых идут люди, то есть аншлаг гарантирован, ну и помощь гарантирована. Хотелось бы, чтобы это движение, конечно, взяло свою силу в более крупном масштабе. Михаил предлагает, говорит, Наталья, давай, говорит, купим автобус и поедем по стране. И пусть, говорит, это не будет единовременно, но я, говорит, проеду, я, говорит, своей энергией просто привлеку. Я, говорит, поработай. И для школы, там, Мозыри, и для школы Витебски, и для школы Гродно. Я хочу это делать. Вот такая вот, идет у человека это желание, понимаете, вот есть такое желание, и оно никуда не исчезает. Прошло полтора года, мы там говорили, и вот, пожалуйста, январь месяц. Вы не боитесь, я не знаю, бюрократических трудностей или каких-то других, которые не позволят вам сделать такую вот масштабную, большую, красивую. Я что боюсь, так это пускать в себя эти мысли. Больше ничего. Я желаю вам удачи. Я благодарю вас за то, что вы пришли, за то, что вы настолько отважный человек, который сумел справиться с такими сложностями. Я напоминаю, что это была программа «Профосмотр». Моей гостью сегодня была Наталья Велимайтес, женщина, которая преодолела многочисленные трудности на пути к социализации своего ребенка, получившего, наверное, недолжную медицинскую помощь еще в роддоме. Я очень надеюсь на то, что если среди вас есть люди, столкнувшиеся с подобными проблемами, вы найдете в себе силы для того, чтобы стать на путь их решения и на путь такого позитивного мышления. Я надеюсь, что вы, Наталья, дадите согласие на то, чтобы мы могли поделиться вашими контактами, если кто-то захочет попросить вас о помощи консультационной. И еще раз благодарю всех, кто был сегодня с нами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok